Всем добро, с вами Тори! И давайте в данном видеоролике с вами разберём, что же лучше, субтитры или озвучка. Как бы, вроде бы, кто-то любит озвучку, а кто-то любит субтитры. И тут же можно сказать, что всё не так просто. Потому что если бы всё было так просто, я бы вообще, в принципе, не начинала эту тему. Но что же стоит смотреть? Что лучшее? Что правильнее выбрать? То есть субтитры, озвучку, на чём из этого остановиться? И также, каким образом устроен наш мозг? И способны ли мы воспринимать огромное количество языков, на которых говорят о нашем прекрасном мире? Окей, начну я, пожалуй, с того факта, что у всех здоровых людей, у которых нет никаких отклонений, нет никаких патологий, мозг устроен одинаково. В том плане, что люди способны воспринимать абсолютно любую информацию на абсолютно любом языке. И точно так же, как люди изначально понимают эти языки, они изначально их знают. Они изначально знают огромное количество информации, которая просто теряется и забивается со временем. То есть в тот момент, когда мы рождаемся, в нашей философии есть огромное количество информации, которая со временем, так скажем, исчезает. Если вы верите в реинкарнацию, то тут даже объяснять мне ничего не нужно, потому что, скорее всего, вы знаете про переселение душ, переселение разума одновременно с этим, все дела. Но я сейчас не об этой мистической стороне, а об более научно-философской, так скажем. То есть вне зависимости от того, в какой стране вы родились, в каком городе, какой вы национальности, на каком языке вы говорите, вы способны говорить на абсолютно любом языке. Вы способны понимать абсолютно любой язык. Но при этом мы сами в себе периодически губим вот это вот желание научиться чему-то новому. То есть мы, возможно, боимся или же просто не хотим тратить на это свое время. И некоторые люди действительно останавливаются на том, что достаточно знать просто один язык. То есть после того, как они окончили школу, они больше не хотят ничего изучать. Если в школе, например, изучали там английский, французский, еще какой-нибудь, то после того, как это все закончилось, они такие, ну не надо мне это, оно мне никогда не пригодится. Но потом через время они начинают ловить себя на мысли относительно того, что, ну, наверное, нужно было как-то продолжить. И, собственно, а как продолжить, если вы, с одной стороны, хотите изучать новый язык, но, с другой стороны, вы не хотите себя нагружать? Самая большая ошибка – это смотреть иностранные фильмы со звучкой. То есть если вы, например, знаете русский язык, вы на нем разговариваете, это ваш родной язык, то с большой вероятностью вы смотрите, ну, например, корейские, китайские, японские, английские фильмы с русской озвучкой. Просто потому, что так проще воспринимать, просто потому, что становится все интуитивно понятно и даже не нужно смотреть на то, что происходит на экране. А если вы, например, будете смотреть на языке оригинала, то вам придется задумываться о том, что же там происходит. Но, с другой стороны, таким образом вы укрепляете связи в вашем мозге. То есть ваш мозг становится крепче, ваш мозг становится, так скажем, больше. Он начинает лучше работать, если вы слышите иностранную речь. В тот момент, когда вы слышите озвучку какого-либо фильма, то есть, например, оригинальная дорожка английская вы смотрите на русском, то ваш мозг, так скажем, не думает. Он находится в свободном полете относительно каких-то своих там вещей. Когда вы смотрите фильмы, сериалы на другом языке, то как бы вы не хотели вроде бы не думать об этом, вы все равно будете напрягать свои, так скажем, извилины на то, чтобы понимать происходящее. Но при этом, если так посмотреть, то вы будете интуитивно замечать, что вы в курсе происходящего. Оно вам не кажется каким-то незнакомым и непонятным, если вы, конечно, не смотрите фильмы и сериалы узкой направленности, вроде юридических, медицинских, там, кулинарии, еще о чем-либо. То есть, где используются какие-то специальные термины. И тут, знаете, вроде истории Ким Мамжуна, который пихает ее просто везде, вроде того, как он выучил английский язык. То есть, когда-то там он просто смотрел сериал «Друзья» на английском языке. То есть, он смотрел его с оригинальной дорожкой, сначала с корейскими субтитрами, потом с английскими субтитрами, потом он вообще без субтитров. Ну, в общем, периодически можно пропускать тот вариант, чтобы смотреть это с какими-либо субтитрами. Потому что, с большой вероятностью, вы все равно будете понимать, о чем там идет речь, если у вас есть минимальный словарный запас. То есть, если вы знаете какие-то базовые слова, базовые фразы, вы будете в курсе происходящего, вы не упустите основную мысль. И при этом вещь, которая меня напрягает, и почему я выбираю субтитры, а не озвучку, так это то, что некоторое время назад я посмотрела один японский фильм. И, в общем, там была, так скажем, лингвистическая шуточка про то, что как бы предмет по своему названию созвучен с именем героини. И как бы она считает его за свой талисман, именно вот как бы по этой причине, типа принесет ей удачу. Но в озвучке этой шутки нет. Потому что она непонятна будет. Но при этом эта шутка даже не заменена на понятную. Она, в принципе, перестала быть шуткой. Поэтому зачастую бывает так, что, чтобы понять реальный юмор на каком-либо языке, вам придется смотреть оригинал. Это такая же история, как зачастую обсуждают старый вот этот вот фильм «Матрица». В «Матрице» есть некоторые странные моменты, которые при переводе были потеряны. Вы их не поймете, если не посмотрите оригинал. «Звездные войны» вы никогда не поймете некоторые какие-то шуточки, так скажем, если не посмотрите оригинал. Просто потому что периодически бывает именно юмор, такой узконаправленный, языковой, чисто, либо же, как еще назвать, лингвистический, в общем, юмор, который при переводе невозможно сохранить. Но при этом всегда стоит начинать с того, чтобы, ну, хотя бы, например, смотреть там с русскими или с английскими субтитрами, если вы знаете какой-то из этих двух языков. То есть вы смотрите оригинал с субтитрами, не с озвучкой, потому что озвучка будет портить все впечатление. Хотя у меня в последнее время и субтитры портят все впечатление. То есть я, в принципе, предпочитаю смотреть оригиналы вне зависимости от того, как бы хорошо мне язык знаком или нет. То есть у меня нет какого-то там офигенно высокого скилла по китайскому языку, но при этом я, в принципе, могу спокойненько себе смотреть фильмы с Луханем. Просто потому, что мне нравится, как он играет, и мне нравится, как он поет. Когда он в фильмах одновременно хорошо играет и хорошо поет, это вообще круто. Для тех, кто, возможно, не в курсе, Лухань — это экс-участник группы Экса. Я все еще скучаю по тем временам, когда Экса было 12. Верните, пожалуйста, это. Ну, в общем, отсюда сразу вытекает такое небольшое мое воспоминание, связанное с тем, что я когда-то давно еще пыталась посмотреть фильм что-то вроде «Назад в 20» или как-то так он называется, где как раз-таки есть Лухань. Но при этом я не могла его найти с субтитрами. То есть как бы оригинальная китайская дорожка и все. Максимум китайские субтитры. То есть как бы с одной стороны китайские субтитры тебе ничего не дают абсолютно, но с другой стороны интуитивно можно понять, что там происходит и о чем там идет речь. То есть первый раз я посмотрела, некоторые моменты вызвали у меня затруднения. То есть ты такая «Чего? Что тут происходит вообще? Что вы делаете? Что вы несете? Что тут происходит? Все так быстро меняется, как-то странно, непонятно». Окей, я все равно отнесла этот фильм на полочку того, что мне в принципе понравилось, потому что история довольно-таки интересная. Потом я посмотрела этот фильм второй раз, и я наконец-таки начала понимать, что там произошло. На третий раз я уже спокойненько объясняла происходящее тому человеку, который смотрел этот фильм со мной. То есть вне зависимости от того, как хорошо вы знаете язык, вы все равно, если не с первого раза, то со второго, с третьего, вы начнете очень хорошо понимать, что там творится. Именно поэтому лучше некоторые фильмы, которые, например, вам чем-то запоминаются, вам чем-то нравятся, пересматривать несколько раз. Либо вы, например, смотрите с субтитрами, и потом смотрите оригинальную дорожку. Просто без субтитров, без озвучки лишней, безо всего. То есть это примерно такая же история, как вы очень редко сможете найти какой-либо, допустим, американский фильм с корейской озвучкой, просто потому что корейцы не озвучивают фильмы. И если вы пойдете на фильм в кинотеатр, с большой вероятностью, там будут просто корейские субтитры. Если вы найдете какой-то американский фильм, так скажем, на корейском языке, то там будет оригинальная дорожка и корейские субтитры. Всё. Поэтому зачастую, если так посмотреть, я практически стараюсь никогда не смотреть фильмы с озвучкой. И сейчас уже я пытаюсь отгородиться от того, чтобы смотреть фильмы с субтитрами, потому что если я, например, смотрю какой-то фильм с субтитрами, я зачастую просто не обращаю внимания на эти субтитры, потому что и так уже всё понятно. Причём неважно, фильм как бы на корейском, английском, японском, китайском, на каком угодно, если там нет какой-то узкой терминологии, то понять можно, вне зависимости от уровня языка. То есть, что касается, например, японского, у меня нет высоких скиллов, у меня есть, так скажем, некоторый базовый запас слов, некоторый базовый запас каких-то разговорных общих фраз. Но при этом это не мешает смотреть не оригинальные фильмы или же оригинальные, так скажем, мультфильмы Хаяо Миязаки, потому что мне нравится работа Хаяо Миязаки в оригинале. Так что, как бы вам не было страшно, как бы вы не боялись вот этого вот нового, неизведанного чего-то, всё равно старайтесь себя пересилить и, во-первых, убрать озвучку, во-вторых, убрать субтитры. То есть, убрать субтитры на другом языке. То есть, если вы смотрите корейский фильм, смотрите его с корейскими субтитрами, либо совсем без субтитров. Если вы смотрите японский фильм, смотрите его, ну, допустим, с японскими субтитрами, либо же, опять же, без субтитров. Как тут вам будет удобно. Также можно по многочисленным советам повторять фразы актёров, потому что таким образом они будут вам лучше запоминаться. Ну и ещё это заодно натренирует ваше произношение, потому что, опять же, вы слышите реальную речь, и вы автоматически настраиваетесь на то, чтобы произносить это точно так же. Поэтому, если выбирать между озвучкой и субтитрами, я однозначно выберу субтитры. Я не выбираю озвучку, даже если я, в принципе, языка не знаю. То есть, окей, я поищу с сабами, там, на английском, допустим, языке. Окей. Но при этом, вне зависимости от того, какой фильм, я не хочу смотреть его с озвучкой. Не-не-не. Я уважаю труд тех людей, которые озвучивают различные фильмы, но мне не нравится один факт. Если это фильм не на английском языке, то, когда его переводят на русский, его переводят с английского. То есть, если этот фильм на японском, корейском, китайском, с большой вероятностью он переведен с английского. При переводе на английский часть смысла потерялась, при переводе на русский еще часть смысла потерялась. Это такая же история, как зачастую вот эта вот тема, которая меня очень сильно бесит. Когда актеры говорят об одном, в субтитрах написано вообще другое. Соответственно, озвучка делается зачастую по субтитрам. А если же выбирать между субтитрами и оригинальной дорожкой, я однозначно выберу оригинальную дорожку, потому что это круче всего, когда вы самостоятельно настраиваете свой мозг на понимание абсолютно любого языка. Вы это можете, вне зависимости от того, кто вам что скажет. Потому что у нас такие замечательные учителя периодически бывают, когда они обзывают своих учеников тупыми, бездарными какими-то, у которых ничего не получается и в принципе, наверное, никогда не получится. Но при этом они не думают о том, какие они плохие учителя. Потому что я никогда не перестану удивляться тому, насколько в некоторых школах отвратительная система образования. То есть, если дети что-то не понимают, проблема в учителе, а не в ребенке. Если, конечно, ребенок не ленивый. Потому что, если ребенок ленивый, то ему нужно перестать быть ленивым. Так что, в любом случае, старайтесь избавиться от своей привычки смотреть иностранные фильмы с озвучкой. И со временем пытайтесь избавиться от привычки смотреть их с субтитрами. Точнее, от привычки все время читать эти субтитры. Отвлекайтесь от них, следите за сюжетом. И в скором времени ваши навыки станут лучше. Потому что, ну, как-то сложно улучшать навыки иностранного языка, если вы при этом все время смотрите какие-либо фильмы или сериалы исключительно на своем родном. 여러분, 안녕! 고맙습니다!